Говорит и показывает Харьков с новостями спорта Александр Шариков. Здравствуйте. Одна золотая, три серебряные и две бронзовые медали. Эту шикарную коллекцию харьковские дзюдоисты собрали на юношеском чемпионате ФСО «Динамо Украины», который состоялся в Николаеве. Победно на местных татами выступила Татьяна Степанович. Она первым стала в весе до 70 килограммов. В командном зачете харьковчане заняли третье место после киевских динамовцев и хозяев чемпионата. В Харькове продолжается очередное пиршество бокса. На этот раз с участием представительниц прекрасной половины человечества. В Манеже КДС США ХТЗ в течение вот уже четырех дней проходят чемпионаты Украины среди девушек, юниорок и молодежи, а также женский кубок страны. Соревнования собрали аншлаг, подготовиться к продолжению олимпийской квалификации, сразиться за медали и путевки на юниорские и молодежные чемпионаты Европы и, соответственно, показать себя в выгодном свете, изъявили желание больше 250 спортсменок. С самого начала пошла ожесточенная рубка. Соревания долго не было. Конечно, уже все соскучились, но и готовились уже давно. И я должен сказать, что действительно соревнования удались как никогда. Все областя проехали подготовленные, все в хорошей форме. И бои проходят бескомпромиссные, и очень зрелищные проходят бои. Радуют и сейчас харьковские боксеры. Первым медальный фонд распределили девушки и юниорки. Харьковчанки приняли в этом самое активное участие, выкосив восемь золотых наград. В девичьем турнире по хозяйски смело выступили Анастасия Бурлак, Юлия Бесфамильная, Юлия Ступакова и Полина Мищенко, которая была признана лучшим боксером чемпионата Украины в самой младшей возрастной категории. Обладательницами юниорских титулов стали одноклубницы из «Авангарда» Мария Фонотова и Вероника Накота и воспитанницы спортивной школы «Восток» Изабель Габарец и Алина Малер, которая в финальном бою в весе до 50 килограммов победила Днепрянку Викторию Шкеул со счетом 5-0. В итоге 15-летняя ученица Сергея Верходанова застолбила себе место в сборной Украины для выступления на юниорском чемпионате Европы, который пройдет в ноябре в Болгарии. Девочка, конечно, была новичок, но как для новичка она была довольно серьезным соперником. Она выиграла двух моих сборниц и для меня это тоже было волнительно как-то. Но приложили все усилия благодаря моему тренеру Верходанову Сергею Георгиевичу, благодаря моим усилиям, которые я на тренировки вкладывала и выиграли как-никак. В Кубке Украины сегодня давали полуфиналы. В весовой категории до 57 килограммов ожидаемую победу одержала мастер спорта Украины международного класса Юлия Цыплакова. Харьковская спортсменка встречалась с Анастасией Ковальчук из Черкасской области и побила ее единогласным решением судей. В субботнем финале Цыплакова скрестит перчатки с киевлянкой Снежаной-Холодковой. Лучшая украинская теннисистка Алина Светолина за выход в 1-8 финала открытого чемпионата Франции сражалась в пятницу с первой ракеткой России Екатериной Александровой и одолела ее в двух непростых партиях 6-4-7-5. В четвертый раунд Ролангоровс Харьковченко пробилась впервые с 2017 года. Соперницей Светолиной будет 45-я ракетка мира француженка Каролин Гарсия. В четвертом туре чемпионата Украины по регби в Суперлиге одесские команды сделали победный дубль. Кредо 63 не оставил шансов по долю 38-18. Политехник также в домашнем матче одолил столичные антары с минимальным перевесом 19-18. Олимп должен был играть в Харькове с «Львовским Соколом», но в связи с днем траура по погибшим в авиакатастрофе Ан-26 под Чугуевым поединок был отменен. Федерация регби Украины приняла решение считать матч состоявшимся, но без начисления обеим командам турнирных очков. В итоге Олимп остался во главе таблицы с 15 баллами. Кредо 63 и Подолье отстают на 4 и 5 очков соответственно. Первый в истории Суперкубок Харькова по футболу среди любителей завоевал Агромол. В поединке за трофей подопечная Сергея Рыжих одолели команду университета радиоэлектроники с минимальным счетом 1-0. Автором гола в ворота вице-чемпиона города стал капитан Агромола Владислав Налыгач, который отличился на 27-й минуте. Тему командных видов спорта продолжит мой коллега Алексей Заржецкий. В Чехии проходит финальный раунд молодежного чемпионата Европы по волейболу. В этом турнире, который является отборочным на чемпионат мира в возрастной категории 20 лет, должна была выступать и сборная Украины. Однако за день до начала Евро команду, костяк которой составляют воспитанники харьковского волейбола, отстранили от участия. У одного из игроков сборной тест на коронавирус дал положительный результат. В итоге украинцев закрыли в номерах гостиницы, а минимальный набор еды и воду оставляли просто под дверями. Ну а затем на совещании, причем без участия украинской стороны, было принято решение. Сборная должна покинуть Чехию в течение 24 часов или же может остаться, но уйти на двухнедельную самоизоляцию за свой счет. Подобная ситуация сложилась и с турецкой молодежкой. Вмешательство Национальной Федерации волейбола, Министерство иностранных дел и лично посла Украины в Чехии результатов не принесло. По приезду же домой игрок, у которого был обнаружен коронавирус, дал повторный тест, который оказался отрицательным. Так что вот такая вот ситуация очень неприятная. Подготовку к чемпионату Европы подопечные Владимира Романцова и Анатолия Янущика начали еще в ноябре прошлого года. Сборная провела несколько учебно-тренировочных сборов, сыграла ряд контрольных матчей. Увы, вся работа и затраченные средства пошли на смарку. Национальная Федерация волейбола направила письмо в адрес ЕКВ, в котором сообщила, что при таком отношении организаторов к участникам турниров Украина оставляет за собой право в дальнейшем не отправлять на них свои сборные. Это просто неприятность, которую надо пережить и думать о том, кому как стать игроком стартовой шестерки в своей команде, кому побороться за национальную сборную. А если есть справедливость, то будет отборка на чемпионат мира. Мы будем просить, чтобы мы в ней поучаствовали, наше руководство федерации, чтобы дали нам возможность поучаствовать и, может быть, попытаться все-таки этому возрасту выиграть путевку на чемпионат мира. Тем временем на молодежном Евро определились полуфиналисты. Италия сыграет с Белоруссией, Россия с Бельгией. Это все. Спасибо за внимание. Хороших выходных и до встречи в спортивных известиях.